привет всем дорогие подписчики и зрители канала с вами дарт и мы продолжаем проходить звездный десант сегодня будет первая нормальная миссия уже на планете поубиваем жуков сейчас вы видите на экране описание нашего стандартного оружия мародер м4 карабин мародер твоя война начинается здесь подготовка это так развлечение запари задание и станешь закуской для жуков это мерзкая планета десант там внизу совсем расклеился и нужен кто-то кто сможет укрепить боевой дух напомни им что значит быть звездным десантником твоя цель захватить полевой лагерь на небольшом расстоянии от зоны высадки ты пойдешь со второй волной десанта присоединись к ним пробейся вперед и зачист полевой лагерь помни хороший жук мертвый жук и это перед and establish a bridgehead as far as will be recaptured Так что, наконец-то играем. Высадились на эту планету, на Геспер. Так, сейчас я хочу пробежаться по лагерю, посмотреть, может, тут какие-то ништяки, потому что тут обычно, в общем, у меня два вида оружия, да, это карабин, вот этот, мародер М4 и винтовка. Это Орел 1, начинаем заход. На данный момент просто собрать боеприпас, если у меня вдруг чего-то нет, но, видать, когда я в прошлом видео на корабле бегал, собрал все, что можно, полную экипировку я набрал, и уже не лезет в меня вот эти патроны и прочее. Так, ну, интересно еще, конечно, диалоги этих ребят слушать. Порой они говорят либо что-то забавное, либо что-нибудь интересное. Допустим, когда я одевал скафандр, там один чувак сказал, в общем, десантник, что пропал мародер. Первый номер, который на разведку служил, ну, работал на разведку, куда-то его послали, он, в общем, пропал. Это либо в игре потом как-то отразится, да, либо просто информация, которую нигде не прочтешь. Ну, в общем, с флотом, который прибыл на защиту Геспера от жуков, прибыл, в общем, один отряд мародеров, шесть человек, и у них свои задания, в общем. Ну, мы смотрим, в общем, за меня, за последнего, который набухался и последним прибыл, опоздал на брифинг, в общем. Так, ну, начинаем, в общем, жуки ползут, вот эти обычные воины против моего карабина, вообще, они очень быстро, как видите, умирают, ничего сделать не могут. В общем, это оружие именно против обычных воинов. Да, вот они помесили тут, конечно, жестоко. Офигеть, он двоих насадил на свои эти, ну, как их, хелицеры называть или как? Так, просто конечности. Так, ну, давайте гранатами закидаем, поможем нашим ребятам. Че, у меня их все равно много, думаю, я по пути еще найду, если будет надо. Ребята тут вдвоем не удержат, это сто процентов, поэтому я им гранатами помог. Ну, конечно, вот эти еще четверо прибежали, да, думаю, мы удержим. Ну, если посмотреть фильм, то там, конечно, все гораздо жестче и больше месиво. Поэтому, я думаю, они бы там шестером не сдержали бы. Боюсь, там человек 20, а то и 30 нужно было бы поставить. И то зависит от количества жуков. Ну, вот там ребята справляются. Вот, в общем, нас оставили с этим отрядом, который со мной продвигается на базу, и они, типа, знают, когда можно бежать через обстрел плазмоидов. Когда лучше постоять. Ну, в принципе, вы можете их не слушать и бежать вперед. Метка, конечно, на них останется, но потом, я думаю, она переключится, если вы как-то успеете прибежать и не помрете. Вроде один выстрел, одно попадание сбивает вам весь щит. Но я точно не знаю, я уже давно играл, так что, в общем-то, чуваки умирают еще. Еще живые есть, но большая часть трупов, конечно. Так, и за нами все тянутся и тянутся новые персонажи. Ну, как персонажи, они же... В общем, они в любой момент могут погибнуть. И, кстати, здесь есть такой прикол. Допустим, с вами двигается какой-то отряд. Ну, допустим, 10 человек. И в процессе, если вы будете хорошо убивать жуков, то они могут все выжить, да? И вам будет легче проходить, то есть они будут вам помогать отстреливать жуков. Вот это заваруха! Первый взвод попал в настоящую мясорубку! Переходи через холм! Пехота собирается на штурм! Покажи все, на что ты способен, мародер! Не смей умирать! Флот, это Орел-1. Разведка закончена. Обнаружена активность на базе. Не вмешаться? Ответ отрицательный, Орел. Не открывать огонь по целям на территории базы. Ну, допустим, держать точку. То есть они сидят в одной точке и отстреливают жуков. Я в это время, там, бегу, выполняя какую-нибудь миссию. То есть жуки на них отвлекаются, допустим. Ну, или что-то такое. В общем, не забывайте читать субтитры, потому что, я не знаю, тут звуковая дорожка поломанная вообще в игре, да? Одни голоса громче других. Плюс я еще тут заговорил, кстати, получил новое оружие. МК-2 с гранатометом. Если Марита Марк была обычная, она с дробовиком под стволен, да? То здесь гранатомет. У них общий боеприпас, всего 800 патронов на все Мариты. Вы просто можете их всех перезарядить, и в каждой Марите будет по 160 ее личных патронов. И если, допустим, у вас в одной кончились, то во второй они есть. Ну и какой пользователь вам удобнее? Подствольные... В общем, боеприпасы, они у каждого свои. Ну, допустим, у Мариты Марк 2, вот этот дробовик, да? На подствольники тратятся обычные боеприпасы, которые вы копите. То есть это не какие-то свои боеприпасы, это именно обычные ваши, которые туда уходят. Так, ну, в общем, тут быстренько. Ну, я думаю, наверное, уже жалею, что поставил такую сложность. Но это поначалу легко, потом появится новый класс жуков, и уже будет немного понапряжнее. Ну, а пока просто гранатами их закидываем. Как видите, гранаты неплохо действуют. Мы всю эту орду перебили просто 8 или 10 гранатами. Наши парни нам практически не помогали. Ну, вот я вам показал примерно, как действует подствольник у моего карабина. Сейчас покажу, как действует подствольник у Мариты. Так, вот эти ребята встали в ряд. Вот видите, да, я многих спас, поэтому они так вообще стоят. И жуки их не могут убить, потому что они по ним обстрелы все устраивают. Ну, а как вы видите, обычная Марита, она против жуков послабже. То есть они дольше убиваются. То есть мой карабин, чисто мародерский, он как раз таки предназначен, чтобы убивать этих жуков. Но подствольник против них работает очень неплохо. Молодцы, конечно, что жуков отстреливаете, но мне бы пройти надо. Так, приятно. Так, давайте я вам покажу подствольник. О, дробовик неплохо работает. Вот видите, у вас 160 патронов и 16 выстрелов из подствольника вы можете сделать. То есть на один подствольный выстрел тратится 10 боеприпасов. О, 10 пуль. Из вашего магазина, поэтому... Может и неудобно, конечно. Но я вот не понимаю, да, вот никогда еще в фильме не понимал. Допустим, откуда в таком маленьком магазине 160 патронов. Нам их показывали потом, да, в фильме много раз показывали. Какого размера эти патроны, они реально здоровые. Я не спец в оружии, поэтому не могу сказать, там, 7,62 или какого-то другого калибра пули. Но, в общем, они здоровые, да, и магазин не особо крупный. Я думаю, максимум 30 патронов туда влезет. Не хочу омрачать веселье, мародер, но расщевелив осиное гнездо, нельзя стоять и ждать. Все враги в радиусе 50 километров направляются к месту вашей дислокации. Скоро тут станет совсем жарко. Нужно как можно скорее починить высоковольтное заграждение. Я поручил это задание механику. Встреться с ним у бункера снабжения и помоги найти необходимые энергоблоки. Нужно с механиком добывать энергоблоки. Нас послали. В общем, оборона у жуков тут была слабая. По крайней мере, пока. Так, вот еще боеприпасы. Так, это странно. Они не берутся. То есть у меня 6 подствольных гранат, может быть, всего, да, подствольники. Я, во-первых, не могу перезарядить, во-вторых, не могу взять дополнительные. Это странно немного, наверное, заглючил просто. Я, во-вторых, не могу. Меня тут прислали вам в помощь. Так, что у нас тут с замком? Ага, готово. Нам необходимы новые энергоблоки. Спуститесь вниз, поищите. Так, ну да, я ищу энергоблоки. В общем, фонарик я могу включать и выключать. Ну, это просто кто не знал. Управление тут простое. Инверсию мыши, к сожалению, вроде бы не помню, можно ли ее настроить. Ну, в общем, сильно все равно курсоры ерзают по экрану. Прямо такие насладиться игрой прям не получится, чтобы прям все идеально было. Но, в принципе, игра все равно неплохая. То есть, думаю, вам понравится. Если вы, допустим, ни разу не играли, и вы никакой не графодрочер, да, то эта игра вам понравится. Сделать настройки графики еще лучше, чем вы сейчас видите на экране, я такого не знаю. Вроде бы у меня стоит максимум, и лучше уже некуда. Так что, если вам не нравится, то тогда вам даже не советую играть, раз вам такая графика не нравится. Вот здесь, кстати, я боеприпасы поднял почему-то, да, нормально. Так, в огонь заходить не стоит. У меня, конечно, есть щит, но не хотелось бы терять жизни. Так, я уже два энергоблока собрал. В общем, остался третий. Он, в общем, там за ящиками. Я бы хотел туда закинуть гранату, потому что там... Ну, я проходил эту игру, я знаю. В общем, там стоят бочки, и мне все равно придется их подорвать. Но если я залезу и подорву, я могу лишиться немного жизней. Так, о, это вообще опасно. Вот видите, на каком расстоянии была граната, я все равно получил урон. Поэтому гранаты вот эти, они эффективнее, конечно, чем подствольник. Да твою ж мать. Так, вот, все равно получилось подорвать. Эффективнее подствольника, да, но их вот всего 10 штучек. Ну, подствольник, он тоже неплохой такой подспорье. Допустим, ну, гранату это нужно кинуть все равно, да, сколько-то секунд потратить. А подствольнику тут же можно выстрелить. То есть, стрелять очередями из обычного своего оружия, и тут же резко... Ты нашел энергоблоки, возвращайся к механику и прикрывай его, пока он будет чинить ограждение. Чувак спустился, что там, напали что ли? То есть, ты нужен там, наверху. Скорее, я спрячусь, то есть, устрою засаду здесь. Точно. Чувствую, что вы вернулись. Там вот-вот разверзнется. Вы нашли энергоблоки? Окей, в каждом здании есть дополнительный генератор, подключенный к высоковольтному заграждению. Я займусь паном. Иди за ним, и не давай жукам на него наброситься. Если он не починит ограждение, вся миссия полетит к чертям. Живее! Порвало, но кривовато, конечно. Куски просто разлетелся, но эффект был, наверное... Все равно эффект имеется там. Так, сейчас мне нужно этого засранца защищать. У меня пока есть гранаты, три штучки. В общем, там есть эти электрические ограждения. Если кто смотрел вторую часть, Звездный Десант 2, там что-то... Маршал или что-то такое, Звездный Маршал, я не помню, как называется точно. Какой-то герой, вроде бы... Герой Федерации его вспомнил. В общем, если кто-то смотрел, то там показывали это ограждение в действии. Ну и в третьем фильме тоже. Но я их все равно не советую к просмотру. Вторую часть я советую только начало, когда они борются с жуками, потому что жуки-воины там показаны просто очень клево. Даже лучше, чем в первой части. Вот. Но в третьей... Третью вообще не советую смотреть. Слабовато что-то там пошло. Там, конечно, был вот этот мародер, да, типа которым я играю, но они немного по-другому выглядели. Там больше мародеры из мультсериала. Там такие типа механизированные костюмы. Экзоскелет, можно даже сказать. Так, пока у меня есть гранаты в этом подствольнике, я не буду на мариту менять. Они, конечно, лучше против этих жуков, но... Гранаты здесь, как видите, полезны очень. Так, все. В принципе, можно мариту хватать. Так, у него очень мало жизни осталось. Поэтому я должен как-то его спасти, не хочется переигрывать. Так, все. Так, знаменитый... Так, ты откуда взялся-то? Вот он напал на меня сбоку. Падал, конечно. Пипец их тут, ребята. Мы не вы... Я не знаю, как сейчас будем выживать. Но я-то выживу, конечно, вот. Мой механик. Сомневаюсь, сомневаюсь. Да уйдите. Так, давай быстрее энергоблок. Все, я вставил. Все, мне пошли на него. Можете его убивать. Миссия выполнена. Мы уже одной ногой на планете. Осталось занести вторую и прихлопнуть этих тварей. Вот твой корабль. Не время стоять и упиваться победой. Время не ждет солдат. Эй, варадер, предстоит нелегкое утро. Завтрак и кофе не обещаю. Забирайте на борт. Чувствую. Для первого раза отличный бой мародеров. Разведка недооценила силы жуков в этом лагере. Похоже, они были готовы и ждали нас. Иди, вздремни. Для следующего задания тебе понадобится ясный угол. Ну, тут сейчас нам как раз-таки жуков из второго фильма показывают. Тут, видите, они как клево выполнены. В общем, у меня ранг теперь горилла. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канал. Ссылка будет в описании. Всем все хорошо, увидимся. В новых видео и всем пока.